ночной привет можно подумать что у меня день но нет видите вот на фоне у меня ночь поэтому ночной все-таки сегодня история будет о том насколько можно быть доверчивым человеком я честно говоря слушал это с со смехом в то же время с очень большой печалью но есть такие люди которые в своей жизни вообще редко встречаются с обманом и я живу в такой из стран где в принципе не принято наверное человек молодой ему 22 года редко наверно сталкивается с тем что его как-то кидают на деньги у него есть девушка и они решили завести себе маленького маленького щенка породистого конечно породистого здесь просто так вот не возьмешь с улицы любого щенка потому что в принципе нет нет бредящих собак и невозможно насладиться тем что ты получил бесплатно собаку да нужно заказать съездить купить у людей которые занимаются профессионально этой этим видом деятельности и вот они нашли в эти прекрасно щенка который будет подходить но но не дичь не задешево как вы понимаете да щеночек то стоил 1200 евро 1200 это можно подумать что гигантская сумма конечно для страны в россии и все бывших советского союза но здесь это как бы мало можно тоже подумать да но это не так ни много ни мало но месяц нужно поработать чисто на щенка он брал он этого щенка на последние деньги что вообще никогда нельзя делать да на развлечения такие гигантские суммы тратить итак списывается он с покупателем покупатель говорит вышлите к нам на счет то конечно конечно оправьте нам счет вышлем высылает 1200 они ченочка куда ехать неизвестно а оказывается что это человек живет в украине и он профессионально занимается разводом людей проживающих на территории европы вот такая вот неприятная ситуация за день человек потерял месяц своей работы но дело в том что нужно было платить за аренду жилья который стоит там 700 евро тоже да вы представляете да месяц жилья 700 евро или собака 1200 это почти два месяца два месяца можно жить на эту сумму вот такая вот история были ли у вас истории случаи когда вас разводили на большие суммы денег у меня были но так что большие небольшие это даже не сотни скорее там были такие типа назовем это проекты в которые вкладывал и просто прогорал я стараюсь последнее время очень тщательно подходить к доверию людям потому что ну сами понимаете такие времена доверить очень сложно сейчас так что напишите в комментариях были у вас насколько вас разводили как вы это пережили вот так вот пока пока